Коллеги, добрый день. Всех искренне приветствую в нашем Министерстве иностранных дел. Сегодня много вопросов на повестке, поэтому я без лишних слов приступлю к нашему традиционному брифингу. Начну, как обычно, с анонсов предстоящих контактов Министра иностранных дел Сергея Лаврова. Их предстоит очень много. Выделю основные. 10-11 февраля мы ждем здесь в Москве с рабочим визитом Министра иностранных дел Алжира, господина Рамтана Ламамру. Этот визит пройдет в русле развития доверительного политического диалога между нашими странами, укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в соответствии с подписанной в апреле 2001 года декларацией о стратегическом партнерстве. В ходе предстоящих переговоров планируется подробно обсудить состояние перспективы дальнейшего расширения российско-олживского торгово-экономического сотрудничества. Имеются хорошие заделы для повышения эффективности нашего взаимодействия в топливно-энергетической сфере, в том числе в формате форума стран-экспортеров газа. Вместе с тем остается и немало неиспользованных резервов для диверсификации двусторонних связей, наполнения их новым содержанием. Сразу хочу сказать, что более подробные тезисы на этот счет мы в ближайшие дни опубликуем на нашем сайте, поэтому приглашаю вас не пропустить. Пребывание алджирского министра позволит провести углубленный обмен мнениями, конечно, по международной и региональной повестке дня. Естественно, будут обсуждаться ситуации в Сирии, вокруг нее обстановка в Северной Африке и в Сахаро-Сахельской зоне, ближневосточные урегулирования, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Приглашаем всех вас на пресс-конференцию министров. Переговоры, как обычно, пройдут в особняке на Спиридоновке. 14 февраля Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штанмайер. На предстоящих переговорах в продолжении обсуждений, которые, как вы знаете, состоялись у министров на полях конференции по вопросам политики безопасности в Мюнхене, будут рассмотрены все аспекты двусторонней повестки дня, а также актуальные вопросы международной политики. Основное внимание предполагается уделить подготовке и содержательному наполнению предстоящих весной текущего года межгосударственных консультаций на высшем уровне, которые пройдут в Германии. Опять же скажу, что более подробно о тематике визита и о двустороннем сотрудничестве мы отдельными тезисами познакомим вас на нашем сайте в самые ближайшие дни. Хочу сказать, что российско-германские отношения – важнейший фактор европейской мировой политики. Министр иностранного дела России и Германии, как ожидается, конечно, продолжит обсуждение актуальных международных вопросов, включая, прежде всего, ситуацию в сирийском урегулировании, иранскую ядерную программу, ситуацию вокруг Афганистана, положение на Ближнем Востоке, в числе приоритетных тем также дальнейшее развитие отношений России и Европейского Союза, продвижение безвизового диалога. В традиционной повестке дня российско-германских переговоров вопросы обеспечения стратегической стабильности, обновления архитектуры безопасности на пространстве Евроатлантики, разоруженческие темы, нераспространение уму, противодействие международному терроризму и другие общие вызовы и угрозы. Приглашаем, опять же, всех вас на итоговую пресс-конференцию двух министров. С 16-18 февраля мы ждем в Москве с рабочим визитом министра иностранных дел государства Эритрея Османа Салеха. С 17 февраля в особняке МИД пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с господином Салехом. Основная цель визита – обмен мнениями по ключевым проблемам международной региональной повестки дня. Министры, конечно, обсудят положение в горячих точках африканского континента. Особое внимание будет уделено конфликтным ситуациям на Африканском Роге, в Южном Судане, Центрально-Африканской республике, Сахаро-Сахельском регионе, а также на Ближнем и Среднем Востоке, и в частности в Сирии и Афганистане. Приезд главы МИД Эритреи в Россию – хороший повод для придания дополнительного импульса совместной работе в двустороннем формате. Приоритетное место на предстоящих переговорах займет обсуждение перспектив дальнейшего развития российско-эритрейского торгово-экономического сотрудничества вопросов, связанных с формированием в Эритрее благоприятных условий для инвестиционной деятельности российских предпринимательских структур. Планируется, что министры подпишут протокол о консультациях между МИДами двух стран. Намечен также ряд встреч эритрейского министра в российских ведомствах экономического блока, а также он пообщается с представителями бизнес-сообщества. 18 февраля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву посетит с визитом министра иностранных дел Эстонии господин Паэт. В ходе визита состоится подписание договоров о границе и соглашение о дипломатической недвижимости двух стран. Условлено, что до конца текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с ответным визитом Таллинн. Теперь я сегодня имею возможность достаточно подробно прокомментировать ситуацию, гуманитарные аспекты ситуации в Сирии и скажу немножко о нашем отношении к тем дискуссиям, которые сейчас ведутся в Совете Безопасности ООН. В рамках интенсивной работы по поиску всеобъемлющего политического регулирования кризиса в Сирии Российская Федерация фокусирует усилия на преодолении решения насущных гуманитарных проблем, с которыми сталкивается мирное население Сирийской Арабской Республики, ее страны-соседи, временно перемещенные лица и беженцы. Мы исходим из того, что только беспристрастный и неполитизированный подход и настроенно-конструктивное сотрудничество на гуманитарном треке способны дать эффективные результаты и облегчить тяжелое положение страдающего гражданского населения от военных действий. В практически ежедневном режиме в ходе контактов с представителями сирийских властей настраиваем партнеров на конструктивное взаимодействие с соответствующими международными гуманитарными агентствами, неправительственными организациями в интересах улучшения положения гражданского населения путем выхода на договоренности о локальных замерениях, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся в освобождении заключенных и захваченных граждан Сирии. Дамаск санкционировал ввоз гуманитарной помощи через действующие погранпереходы из Иордании и Ливана. Организован воздушный мост по доставке гуманитарной помощи из Ирака. Открыты гуманитарные терминалы в Алеппо, Сувейди и Камышлы в дополнение к уже имеющимся в Дамаске Хомсе и Тартусе. По имеющимся сведениям, 4 февраля в населенном пункте Камышлы было доставлено 40 тонн гуманитарной помощи. В рамках данной программы планируется проведение еще 10 авиарейсов, что позволит направить населению блокированных районов еще более 400 тонн гуманитарных грузов. Правительственная сторона позитивно реагирует на инициативы по локальному замерению, гуманитарному доступу в осажденные районы, если, конечно, обсуждение касается населенных пунктов, блокированных не только правительственными войсками, но и оппозиции. Положительные примеры такого взаимодействия – Маадамия и Барза. Решается проблема гуманитарного доступа в старые кварталы Хомса. По последним данным, похоже, что такая договоренность между оппозицией и правительством все же достигнута. Это весьма позитивный сигнал. На днях в палестинском лагере Ермук распределено 3480 продовольственных пайков. Эвакуировано более 800 человек, нуждающихся в помощи. Вместе с тем, как заявил руководитель политдепартамента организации освобождения Палестина в Дамаске господин Абдель Хади, кардинальное урегулирование гуманитарной ситуации в этом лагере и вокруг него возможно только после ухода из анклава 3000 так называемых пришлых боевиков. Местные власти пытаются распространить опыт подобных замерений на новые районы. Очередным объектом подобного рода усилия стал юго-западный пригород Дамаска-Дарайя. Однако процесс, конечно, как вы сами понимаете, идет очень непросто. Наиболее радикальные вооруженные группировки препятствуют планам умеренной оппозиции замириться с властями, организовать демонстрации и акции протеста. Не стоит забывать, что процесс обеспечения доступа к гуманитарной помощи к гражданскому населению – это улица с двусторонним движением. Ответственность за бедствие мирного населения несет не только правительство Сирийской Арабской Республики, но и вооруженная оппозиция, которая не стесняется использовать граждан в качестве живого щита. Основные проблемы, как правило, возникают именно с доставкой гуманитарной помощи в те районы, которые контролируются оппозиционными вооруженными группировками, которые в силу своей разрозненности не могут договориться между собой, обстреливают конвои и срывают фактически поставки гуманитарных грузов. Фиксировались случаи, когда большая часть гуманитарной помощи расхищалась в интересах самих боевиков и до гражданского населения попросту не доходила. Кроме того, нередки нападения на медицинские учреждения и их персонал, похищения, произвольные задержания и насильственные исчезновения людей. На совести боевиков более 30 жизней сотрудников различных гуманитарных миссий, которые в тяжелых условиях работают в Сирийской Арабской Республике. На днях в сирийской провинции Хама под минометный обстрел боевиков попала местная школа, в результате чего погибло 5 учеников. Вы, наверное, читали эти сообщения. С учетом запуска межсирийских переговоров в Женеве сирийские стороны, которые лучше всего владеют ситуацией на местах и могут реализовать достигнутые договоренности на практике, должны сами заниматься гуманитарными проблемами при объективном и результативном внешнем содействии. Предпринимаемые попытки отдельными государствами искусственно политизировать гуманитарные вопросы, в том числе через задействование площадки Совета Безопасности ООН, абсолютно неприемлемы и окажут самое негативное воздействие на диалог между сирийскими сторонами, второй раунд, который, как вы знаете, запланирован на 10 февраля в Женеве. Со своей стороны российская сторона будет делать все возможное, чтобы обеспечить прогресс на возобновляющихся межсирийских переговорах, в том числе на гуманитарном треке. Пару слов о ходе процесса уничтожения химического оружия в Сирии, которая получила в последнее время очень однобокую трактовку во многих средствах массовой информации. Напомню, что 1 и 21 января был успешно осуществлен вывоз с территории Сирии первых двух партий компонентов и прекурсоров химического оружия на гражданских судах под окраной международного морского конвоя, в состав которого, как вы знаете, входит российский крейсер «Петр Великий», а также военные корабли Китая, Дании и Норвегии. Мы, в отличие от очень многих западных политиков, не склонны драматизировать то обстоятельство, что по объективным причинам не удалось уложиться в установленные организации по запрещению химического оружия контрольные сроки вывода и вывоза, это 5 февраля. Как известно, процесс наземной транспортировки высокотоксичных химикатов проходит в условиях продолжающегося в Сирии вооруженного конфликта и сопряжен с очень многими рисками. По сообщениям сирийской стороны, на некоторые объекты по хранению химического оружия были совершены нападения, которые, к счастью, удалось успешно отразить правительственным силам. В этой связи стоит лишний раз напомнить, что резолюция Совета Безопасности ООН 2118 предписывает всем противоборствующим сторонам в Сирии и влияющим на обстановку в этой стране государством оказывать всестороннее содействие в обеспечении безопасных условий для реализации решений по химической демилитаризации в Сирии. Несмотря на существующие сложности, а мы их не скрываем, и сирийская сторона также говорит о них, с выводом и вывозом токсичных веществ, мы все же убеждены, что пока нет никаких оснований ставить под сомнение конечные сроки ликвидации сирийского военно-химического потенциала, то есть конец июня текущего года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По конвенции запрещения химического оружия. Ливийской стороне предстоит еще предпринять значительные усилия по ликвидации имеющихся запасов токсичных прекурсоров химического оружия, которое запланировано завершить к декабрю 2016 года. Мы также обратили внимание, что процесс химической демилитаризации Ливии, занявший почти десятилетия, не вызвал столь резкой и эмоциональной критики, которая в последнее время стала раздаваться в адрес Дамаска в связи с его якобы медленными темпами вывода сирийского химического оружия за пределы страны. Считаем, что сирийские официальные власти после присоединения Конвенции о запрещении химического оружия в сентябре прошлого года демонстрируют полную приверженность выполнению своих обязательств и на практике следуют этому курсу. Ливийский пример свидетельствует о том, что государству-обладателю химического оружия важно оказывать всяческую поддержку в его уничтожении. Это тем более актуально в случае с Сирией, которая охвачена вооруженным конфликтом с участием откровенно террористических группировок исламистского толка. Некоторые коллеги попросили официально прокомментировать нас возвращение в Ливию посла России. Я это с удовольствием сделаю. 1 февраля в Триполи вернулся посол России в Ливии Иван Николаевич Молотков. Этому предшествовала интенсивная подготовительная работа, которую российская сторона проделала в плотном взаимодействии с ливийскими властями. После подтверждения правительством Ливии гарантии безопасности российского дипломатического представительства 8 декабря 2013 года в Триполи прибыла передовая группа сотрудников посольства. Она обеспечила решение практических вопросов восстановления российского дипломатического присутствия в этой стране после эвакуации персонала 3 октября прошлого года, которое, как вы знаете, было вызвано нападением экстремистов на здание нашей дипломатической миссии в Триполи. С принимающей ливийской стороной согласованы практические аспекты обеспечения охраны посольства. Восстановление работы нашего дипломатического представительства в Триполи позволит более эффективно отстаивать интересы российских граждан в Ливии, оказывать необходимое содействие отечественным экономическим операторам, которые действуют на рынке этой страны. Просил бы вас обратить внимание на интервью господина Фролова газете «Известия», где он очень подробно рассказал о том, как, правда, оно было опубликовано 28 января, но, тем не менее, дает общую картину непростых вопросов, которые приходится решать в условиях восстановления нашего дипломатического присутствия в Ливии. Теперь пару слов о ситуации в Таиланде. Мы продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Таиланде, которая остается довольно сложной. В Бангкоке участились антиправительственные выступления, которые по-прежнему препятствуют движению автотранспорта, блокируют здания основных государственных учреждений. Имеют место даже инциденты с применением огнестрельного оружия. В столице Таиланда и ряда прилегающих к ней провинции продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Мы убеждены, что важным шагом в направлении нормализации ситуации должно стать формирование нового состава Нижней палаты Таиландского парламента по итогам состоявшихся 2 февраля текущего года выборов. Их результаты будут объявлены после намеченных на конец февраля – начала марта дополнительных туров голосования. Выражаем надежду на скорейшее урегулирование внутреполитического кризиса в Таиланде в конституционном поле и на основе общепризнанных демократических принципов. Что касается ситуации в курортных зонах, о которых много говорится по нашей оценке, там сохраняется в целом нормальная ситуация. Но мы по-прежнему рекомендуем российским гражданам, которые едут в Таиланд на отдых, воздерживаться от посещения Бангкока. А в случае прибытия в столичный аэропорт отправляться к местам отдыха без заезда в Бангкок. Опять же повторяю, это наша настойчивая рекомендация, исходя из той ситуации, которая складывается в столице этого государства. Некоторые коллеги попросили откомментировать ситуацию с задержанием российского судна в бельгийском порту Зибрюге. Мы, конечно, следим за развитием этой ситуации. Напомню, что российское судно было арестовано в этом бельгийском порту в ноябре 2013 года по иску латвийской стороны. В МИД России и Генеральное консульство в Антверпене находятся в постоянном контакте с членами экипажа судна, а также Министерством транспорта Российской Федерации, который в свою очередь ведет переговоры с судовладельцем Балтречфлот. По состоянию на 31 января текущего года на борту корабля остаются два члена экипажа. Это старший механик Семейкин и электромеханик Мурашко. Российским морякам выплачена большая часть зарплаты с сентября прошлого года по январь нынешнего года. В настоящее время они ожидают решения судовладельцев по срокам их репатриации на родину. Напомню, что капитан корабля Мастеров уже вернулся в Россию. Задолженность Балтречфлота перед портовыми властями на конец января, по данным бельгийской страны, составляет порядка 10 тысяч евро. Это без учета поставок электроэнергии на судно. По информации Министерства транспорта России, судовладелец намерен погасить эту задолженность перед портом. Мы, естественно, не могли пройти мимо решения городского совета польского города Пененджо демонтировать памятник генералу Черняховскому. В этой связи я бы хотел сказать, что в Москве вызывает возмущение принятое 30 января постановление городского совета этого польского города, который входит структурно в Арминско-Мазурское воеводство Польши о демонтировании монумента уековечившего память командующего 3-м Белорусским фронтом Иваном Даниловичем Черняховским. Этот памятник, установленный в 70-е годы на месте смертельного ранения советского полководца, подпадает под действие Российско-Польского межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв военной репрессии 1994 года. Этот документ закрепляет обязательства сторон содержать и поддерживать в надлежащем порядке места памяти и другие мемориальные объекты в России и Польше и не допускает произвольные несогласованные действия в этой сфере. Наше посольство в Польше и генконсульство в Гданьске находятся в плотном контакте с властями воеводства и компетентными польскими структурами, отвечающими за военно-мемориальную работу. Будем добиваться урегулирования ситуации в соответствии с действующими правовыми нормами и рассчитывая на конструктивное взаимодействие с нашими польскими коллегами, исходя из общего понимания необходимости уважения и сохранения памяти павших в борьбе с фашизмом. Я понимаю, что накануне Олимпиады, конечно, трудно говорить о предстоящих праздниках, но тем не менее я сделаю пару шагов вперед. Напомню о том, что в следующий понедельник, 10 февраля, отмечается День дипломатического работника. Мы его будем отмечать 12-й ряд подряд. Напомню, что этот праздник был учрежден указом президента Российской Федерации в 2002 году и является важным событием для отечественной внешнеполитической службы. С учетом того, что, может быть, не всем удастся попасть на наши мероприятия, я позволю себе кратко проинформировать вас о тех главных событиях, которые предстоят в этот день. Мы, естественно, рассматриваем этот день как дань заслуги многим поколениям дипломатов перед Отечеством, как свидетельство признания руководством нашей страны роли российской дипломатии в продвижении национальных интересов России на международной арене. Напомню, что в декабрьском послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было подчеркнуто, что в современных условиях, когда мировое развитие становится все более противоречивым и динамичным, возрастает ответственность России как государства, активно способствующего обеспечению глобальной и региональной стабильности, последовательно отстаивающего базовые принципы международного права. Соответственно, повышается значение деятельности Министерства иностранных дел российских загранучреждений в обеспечении благоприятных внешних условий для всестороннего социально-экономического подъема России. По-настоящему профессионально эффективной дипломатия может быть лишь в том случае, если она стоит на твердой основе национальных традиций и культурных ценностей. Существует множество примеров, как вы знаете, то, как наша внешнеполитическая служба отстаивала интересы страны. Это относится и к периоду Первой мировой войны, столетия которой мы будем отмечать в этом году. 10 февраля в здании Министерства будет открыта выставка «Российская дипломатия и Первая мировая война» на основе документов из архива внешней политики Российской империи. В годы Отечественной войны советские дипломаты делали все от них зависящее для победы как в сфере своей профессиональной деятельности, так и на полях сражений. В этот день, 10 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в открытии мемориальной доски в память о добровольцах-ополченцах Народного комиссариата иностранных дел СССР, ушедших на фронт в июле 1941 года. 163 работника наркомата героически сражались в рядах 6-й московской стрелковой дивизии Народного ополчения под Ельней, на Смоленщине, под Москвой. Оставшиеся в живых в январе 1942 года вошли в состав вновь сформированной 160-й дивизии. Они участвовали в боях на Нарофоменском направлении в освобождении Вереи. Инициатива установки мемориальной доски принадлежит Совету ветеранов войны и труда Министерства иностранных дел. Она создана известным скульптором Владимиром Александровичем Суровцевым. В день дипломатического работника сотрудники Министерства, воздавая должное памяти предыдущих поколений работников Отечественной дипломатической службы, возложат цветы к могилам видных российских дипломатов, похороненных в России и за ее пределами, к мемориальным доскам в здании Министерства с именами сотрудников, павших на полях сражения Великой Отечественной войны, а также погибших в годы сталинских репрессий. На бывшем здании НКИТ на Кузнецком мосту 10 февраля, как я уже сказал, министрам странных дел и представителям наших ведомств, администрации, президенту и федерального собрания будет открыта мемориальная доска. Напоминаю, что желающие поучаствовать и посмотреть на это мероприятие могут воспользоваться открытой аккредитацией, которая завершается завтра в полдень. Еще пара слов. По традиции, конечно, состоится возложение венков к расположенной в фойе МИД мемориальным доскам. В этот день мы чтим память всех наших товарищей, отдавших свои жизни на службу Отечеству. Скорбный список в прошлом году пополнили три фамилии. Это сотрудники посольства России в Абхазии Дмитрий Валерьевич Вишернев и его супруга Ольга Владимировна Вишернева. А также сотрудник МИСИИ ООН по содействию Афганистана Вадим Шамансурович Назаров, ставшего жертвой террористического акта. В день праздника министр странных дел откроет, как я уже сказал, новую мемориальную доску в честь российских дипломатов в фойе нашего здания. А также вручит ордена мужества родственникам супругов Дмитрия и Ольге Вишерневых. Соответствующие мероприятия по случаю Дня дипломатического работника пройдут во всех наших зарубежных представительствах. Завершит насыщенную программу торжественное собрание на Смоленской площади, в котором наряду с ветеранами дипломатической службы и заслуженными работниками системы МИД, руководства и сотрудников министерства примут участие представители администрации президента России, аппарата правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, руководители федеральных ведомств, министерств ведущих российских СМИ, ряд общественных организаций и подведомственных нашему министерству структур. Спасибо вам большое за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Так, пожалуйста, первая рука слева. Игорь Субботин, московский комсомолец. Александр Казимирович, недавно стало известно о том, что наши дипломаты в Ливии посетили задержанную россиянку Екатерину Устюжанинову. Я хотел спросить, как сейчас двигается её дело, что известно. И второй вопрос тоже касательно Ливии. Как давно наши дипломаты посещали двух россиян, задержанных в 2011 году, Шадрова и Долгова? И каковы шансы на их освобождение в настоящее время? Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, по первому вопросу вы, наверное, видели сообщение от нашего старшего советника дипломатической миссии в Ливии, господина Фролова, о том, что всё же, несмотря на трудности, состоялась очная встреча с нашей гражданкой. Сейчас трудно сказать об обстоятельствах, в связи с которыми будет продолжаться расследование и наши возможности повлиять на него. Во всём случае, насколько мы понимаем, будут запрошены психиатрические экспертизы. Мы, естественно, с учётом восстановления нашей дипломатической деятельности в Ливии в полном объёме будем заниматься этим вопросом очень плотно, равно как и судьбой томящихся задержанных и удерживаемых в Ливии наших граждан Долгова и Шадрова. Я напомню, что в прошлом году их посетила межведственная делегация Российской Федерации в составе представителей МИДа, Генпрокуратуры, Министерства юстиции. Речь идёт о возможной договорённости с ливийской стороной о возвращении наших граждан. Но для этого, естественно, нужны юридические инструменты, которые сейчас по линии имени СТО и Генпрокуратуры отрабатываются с ливийской стороной. Вопрос, конечно, непростой, тяжёлый, но, опять же, с учётом живого, физического присутствия наших дипломатов во главе с послом в Ливии, я думаю, что эта работа будет ускоряться. Мы будем держать в курсе этих событий средства массовой информации. Безусловно, судьба наших граждан, удерживаемых за рубежом, это большой приоритет, и мы занимаемся очень плотно этим. Не всегда эти возможности можно просчитать, особенно определить перспективы возвращения. Но, тем не менее, такие шансы остаются, и мы будем их в полной мере использовать. Спасибо. Так, пожалуйста. Добрый день, Владимир Молчанов, это Артас. Александр Казимирович, как Вы могли бы прокомментировать информацию, опубликованную в независимой газете, о том, что журналистам и сполу-министрам было якобы запрещено сообщать о имевшем место быть конфликте между российскими и американскими дипломатами в Мюнхене? Да, Вы знаете, если честно, мы просто с удивлением прочитали эту публикацию. По-моему, да, Анастасия Башкатова под таким заголовком «Запад выдвигает Путину ультиматум» 4 февраля. Кто пропустил, приглашаю Вас ознакомиться с этим материалом, в которой со ссылкой на российскую благосферу, это я цитирую, приводится сообщение неназванных журналистов из пула министра Сергея Лаврова, о котором якобы запретили описывать произошедший конфликт между американскими и российскими дипломатами. Это цитата из этой статьи. Основная тема публикации – анализ некого ультиматума, о существовании которого, по словам автора, можно только догадываться. Это, опять же, цитата. Основываясь на появившихся косвенных признаках жесткой дискуссии российского и американского министров, автор осуждает на тему финансовой помощи Украине. Ну, совершенно понятно, что автор не обращалась ни к российским дипломатам, ни к американским за разъяснениями. И пришел к выводу, дальше я цитирую, «Насколько слухи об американском ультиматуме в Москве достоверны, пока неизвестно». Точка. Все изложенное в публикации со ссылкой на размещенную в интернете информацию анонимных источников, я вам официально заявляю, не более чем фантазии ее автора от начала до конца. Поэтому большая просьба проверять информацию, которую вы публикуете. Мы всегда в доступе и всегда поможем вам правильно оценить, насколько та или иная информация и сведения корректны и соответствуют действительности. Иначе подобные методы подготовки материалов в уважаемом и уважающем себя издании напоминают слова из известной песни, «Есть ли кое-где у нас порой?» и так далее. В общем, для нас тем более странно было прочитать эту публикацию, учитывая, что представители независимой газеты очень часто подключаются к визитам министра иностранных дел Лаврова, участвуют в наших медийных мероприятиях, которые организовываются и в медии за его пределами, а также непосредственно обращаются в Министерство иностранных дел России за комментариями и так далее. Поэтому еще раз большая просьба, прежде чем публиковать какие-то чувствительные материалы, не затруднитесь лишний раз перепроверить ту или иную информацию у нас мы к вашим услугам. Так, пожалуйста, с этой стороны теперь. Генри, пожалуйста. – Добрый день, Александр Казимирович, генри, мэр-агентство «Блумберг». С позволениями два вопроса. Не могли бы прокомментировать итоги недавних переговоров между министром Лавровым и лидером Сирийской национальной коалиции Ахмад Аль-Джарба? Были какие-то достигнутые договоренности? И второй вопрос. Какие ожидания у Российской Федерации для второго раунда «Женевские-2»? Считается ли Российской Федерацией, что пришло время переходить к обсуждению формирования переходного правительства в Сирии? Спасибо. – Да, ну, по первому вопросу, мне кажется, вы тоже присутствовали при протокольной съемке, где министр Лавров очень четко обозначил наш подход к приему делегации национальной коалиции. Поэтому и плюс мы разместили на нашем сайте большую обобщающую информацию, как мы оцениваем итоги этой поездки. Если кратко сказать, состоялся очень откровенный, широкий диалог о сопоставлении оценок и подходов российской стороны и стороны сирийской оппозиции к дальнейшему продвижению межсирийских переговоров, который возобновляется в Женеве 10 февраля. Поэтому был очень такой насыщенный и интересный разговор, основные моменты, которые мы постарались изложить в нашем итоговом сообщении для СМИ. Что касается вашего второго вопроса, ожидания, как мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, я думаю, что здесь мы солидарны с оценками и наших американских коллег, и других участников этого процесса, которые содействуют ему и наблюдают со стороны о том, что очень важно, что сирийские стороны наконец-то после длительного этапа противостояния всё-таки нашли мужество сесть за один стол переговоров и пытаются, хотя пока результаты скромны, но сам по себе идущий диалог – это важный политический результат реализации совместной инициативы России и США по созданию условий для диалога сирийских сторон в конфликте. Поэтому вот ожидание того, что будут продолжены углублённые дискуссии по всему спектру положений Женевского коммуникая 30 июня 2012 года, где я бы не хотел выделять, и я думаю, что по понятным причинам, положение о создании при согласии и той, и другой сирийских сторон переходного управляющего органа. Это не переходное правительство, это всё-таки формулировки должны быть чётко соответствовать документу, который был согласован в Женеве в 2012 году. Поэтому наше ожидание, что, конечно, стороны могли бы и должны приступить к предметному разговору о разблокировании тяжёлой гуманитарной ситуации. Для этого мы настойчиво рекомендуем создание отдельной специальной рабочей группы. Кстати, эту идею министр Лавров довёл до сведений господина Джарбы, и мы поняли всё-таки так, что наши рекомендации услышаны. Будем надеяться на то, что... Понимаете, к субстантивным и системным вопросам, которые требуется решать в рамках реализации Женевского коммуникая 30 июня 2012 года, нужно подходить поэтапно. Вот это наша позиция, которая, мне кажется, разделяется очень многими. Решать гуманитарные проблемы, проблемы обмена военнопленными. То есть создавать те меры доверия, которых так не хватает на женевских переговорах. Поэтому второй раунд, как мы надеемся, будет закреплять стороны на необходимости искать компромиссы. Они, понятно, тяжёлые, которые требуют уступок из той и с другой стороны. Но, тем не менее, путь политико-дипломатического решения этого конфликта уже, мне кажется, не вызывает сомнений, тем более он закреплён не только в договорённостях женевских, но и в соответствующей резолюции Совета безопасности, он 21-18. Ожиданий может быть много, но реально должны активно и энергично работать сами сирийские стороны. Мы, Российская Федерация, будем всячески содействовать этому диалогу. Для этого в Женеве будут присутствовать наши эксперты. Спасибо. Так, пожалуйста, давайте Альма Един, пожалуйста. Добрый день, Александр Казамирович. Я понимаю, почему Генри задал эти вопросы, потому что очень много спекуляций в прессе появилось в последнее время в связи с визитом Аль-Джарба и в связи с заявлением Геннадия Гатилова по поводу этого переходного периода и так далее. У меня два вопроса тоже по Сирии. Первый вопрос – это вот сейчас обсуждается вопрос о разработке какой-то резолюции в Совете безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии. Как Вы считаете, нужно ли это делать сейчас, когда вот в Женеве сами сирийцы встречаются и в частности обсуждают такие вопросы? И какова позиция России по этому вопросу? Второй вопрос – это касается… вернее, второй вопрос не касается Сирии, это касается Олимпийских игр. Можно задать вопрос на тему? Все можно. Можно, да? Хотели бы услышать, вот сейчас последние часы уже перед Олимпиадой, хотели бы услышать комментарии, как вот завершающие вот эти моменты подготовки к Олимпийским играм, как сейчас все обстоят дела и будет ли министр в каких-то мероприятах участвовать, поскольку планируется приезд многих гостей в Сочи. Какова программа министра в связи с этим? Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, по первому вопросу вы, по-моему, не очень внимательно слушали мои комментарии по гуманитарной ситуации, наша оценка с заходом на попытки целого ряда государств использовать площадку Совета безопасности для обострения этих дискуссий. Поэтому я еще раз хотел бы для вас подчеркнуть, что вот эти попытки, которые предпринимаются отдельными государствами, искусственно политизировать гуманитарные проблемы в Сирии, в том числе через задействование возможностей Совета безопасности, он с подготовкой некой резолюции, абсолютно неприемлемо. И это мы говорим откровенно. Я думаю, что вы знакомы с комментариями нашего постоянного представителя Виталия Ивановича Чуркина, который также высказался о нецелесообразности подготовки каких-либо документов Совета безопасности. Сейчас главная задача и проблема заставить сирийские стороны разговаривать на, в том числе и, может быть, в первую очередь, на гуманитарную тему, искать пути разблокирования, а такие примеры я приводил сегодня, и совместного решения гуманитарных проблем в интересах гражданского населения. Поэтому мы исключительно считаем, что если вот эта политизированная дискуссия в Сайте безопасности ООН, она приносит только негативные последствия и может резко негативно срезонировать на вот этот этап, где мы сейчас находимся накануне возобновления второго раунда межсирийских переговоров. А если так уж быть совсем предельно откровенным, то мы считаем подобные затеи вообще попахивающие провокационностью. И, конечно, они нашу поддержку не получат. Что касается более такой живой темы Олимпиады, но жалко, у нас здесь нет прямого эфира. Министр уже пронёс факелоносцем, и вы можете прочитать его комментарии на нашем сайте, посмотреть, как это было, полюбопытствовать фотографиями и так далее. Настроение очень на высокой ноте. Действительно, праздник наступает. Может быть, я своими сегодняшними комментариями не так сильно вас завёл с точки зрения олимпийского духа, но мы в контексте тех событий в мире, происходящих, специально разместили заявление Министерства иностранного дела об Олимпийском перемирии. А ответить на ваш вопрос ещё я хотел бы завершить фразой Сергея Лаврова, которого от имени Организационного комитета Олимпиады попросили прокомментировать его настроение и дух. Вот я, пользуясь случаем, хотел бы передать этот дух вам. Вот что сказал министр. Я думаю, миру я хотел бы пожелать мира. Это, в общем-то, и моя профессия основная – сделать так, чтобы меньше было проблем, конфликтов, больше радости, спокойствия. Вот всё, что я могу пожелать, сказал министр. А для меня это огромная честь приобщиться к этому великому событию. Это цитата. Спасибо. Так, прошу. Витния Садова, Associated Press. Скажите, пожалуйста, тоже по поводу Олимпийских игр и безопасности. США сегодня заявила о взрывоопасной угрозе при полёте на Олимпийские игры. Какой важен ответ на это? И второй вопрос. Вообще, с точки зрения безопасности на Олимпиаде. Сотрудничаете ли вы, обменяете ли вы информацией с США или что-то такое? Спасибо. Да, вы знаете, мне даже и не стоит отвечать на этот вопрос, потому что широко на эту тему рассуждал президент в своём большом интервью, в том числе и в присутствии американских журналистов. Вчера большое интервью пресс-секретаря главы нашего государства Дмитрия Пескова, коммерсанту ФМ. Ну, что говорить, и руководитель государства, и его пресс-секретарь ещё раз подчеркнули, что безопасность обеспечивается в полной мере. И в этом смысле домыслы прессы или какие-то комментарии, мне кажется, самым лучшим способом проверить это, это оказаться там и почувствовать дух олимпийского задора. Президент недаром сказал, что меры по обеспечению безопасности Олимпийских игр, естественно, будут предприняты в полном объёме, но они не будут такими уж навязчивыми, так чтобы и спортсмены, и гости Олимпиады их не почувствовали. Насчёт взрывоопасных полётов – это какое-то, по-моему, недоразумение или неправильный перевод. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, что и президент Соединённых Штатов, и государственный секретарь в последних комментариях тоже чётко сказали, что российская сторона сделала всё возможное для обеспечения безопасности Олимпиады. И у нас никаких вопросов в этом смысле не возникает. Те, кто собирался, они приехали и наслаждаются олимпийской атмосферой на объектах. Кстати говоря, сегодня уже начинаются отборочные соревнования по некоторым видам спорта. Ну а завтра, естественно, не пропустите основное событие – открытие Олимпиады, которое, по-моему, заслуживает того, чтобы его посмотреть в полном объёме. Что касается взаимодействия, то ещё раз подчеркну, что работает специальный координационный штаб в Сочи, где присутствуют и представители специальных служб самых разных государств, включая Соединённые Штаты, Великобритания и так далее. Так что возникающие сомнения и поводы для беспокойства решаются на месте в тесном сотрудничестве. Тем более, как сказал пресс-секретарь президента, все рекомендации и пожелания со стороны специалистов принимаются во внимание. И мы восприимчивы к тем или иным предложениям по улучшению методов обеспечения безопасности Олимпийских игр. Опять же, повторяю, что при всей акцентировке с западными и вообще мировыми средствами массовой информации этой темы, на самом деле сейчас царствует дух такого олимпийского задора, готовности поучаствовать в соревнованиях. В соревнованиях спортсмены будут приносить нам радость, но обеспечивать их безопасность будут профессионалы. Спасибо. Так, Лена Черненко, коммерсант. Сейчас, секундочку. Спасибо большое. У меня есть, позвольте, два вопроса. Первый, вот по 18 числу и подписанию соглашения с Эстонией. Есть какие-то гарантии, что на сей раз все не пойдет наперекосяк и постфактум не будет разночтений? То есть все ли полностью вопросы решены с эстонской стороной? И второй вопрос по соседней стороне Латвии. Оттуда приходят новости, что там к 2018 году вроде как собираются перепрофилировать оставшиеся школы, где идет преподавание на русском языке и будет преподавание только на латышском. Вот с российской стороны будет какая-то попытка разубедить власти страны это делать? Или это считается внутренним делом? Спасибо. Да, спасибо. Значит, по первому вопросу мы очень надеемся, что нынешний этап согласования завершен, и министры подпишут эти документы. Очень рассчитываем, что откатов с эстонской стороны или попыток заново интерпретировать эти документы не будет. Ну, гарантии, понимаете, это вопрос как бы не к нам, наверное. Скорее всего, российская сторона вряд ли может дать гарантии, что эстонские коллеги не предпримут какой-то маневр. Скорее, это вопрос прямой, и приглашаю вас на пресс-конференции задать это непосредственно министру страны дел Эстонии. Это самый лучший повод получить информацию из первых рук. Что касается второго вопроса, действительно, мы, естественно, с большой озабоченностью увидели и прочитали эти заявления латвийских официальных лиц, что к сентябрю 2018 года обучение во всех государственных школах этой страны будет переведено на латышский язык. Фактически, речь идёт о продолжении политики латвийских властей по ликвидации образования на русском языке. А на этом языке, как вы знаете, разговаривает и общается почти треть жителей Латвии. Кроме того, подобные шаги – это игнорирование неоднократно доводившихся до официальной риги соответствующих рекомендаций профильных международных организаций. Это и ОБСЕ, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, тем более, что у него есть заточенные на эту тему специальные рекомендации. Которые остаются в силе. Это и решение Совета Европы, рекомендации Венецианской комиссии. Так что мы рассчитываем, что указанные планы, которые нацелены, по сути, на принудительную ассимиляцию проживающих в Латвии и русскоязычных меньшинств, получат объективную оценку со стороны международных структур, в том числе со стороны Европейского Союза и соответствующих правозащитных организаций. Спасибо. Так, девушки, по-моему, с этой стороны. Пожалуйста. РБК, Печенник, Наталья. Александр Казимирович, недавно состоялась очередная сессия Совета Европы, в ходе которой были приняты две резолюции, касающиеся России, по так называемому делу Магнитского и по ситуации в Украине, в развитии которой буквально обвинили Россию. Как Вы можете прокомментировать эти две резолюции? И тот факт, что украинские коллеги, которые также присутствовали на Совете Европы, почти все проголосовали за принятие этой резолюции, которая, если я правильно поняла, буквально может лишить Украину в праве слова на Совете Европы. Спасибо. Да, Вы знаете, мне кажется, уже комментарии были от наших парламентариев, ну, точно со стороны господина Пушкова, которая возглавляет нашу парламентскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы. Поэтому комментировать принятые решения, наверное, с руки больше нашим парламентариям. Ну, оценки известные, что такого рода однобокие резолюции никакой пользы не приносят, а только разводят проблемы и усугубляют их урегулирование. Я думаю, что и по парламентской линии подобные документы вряд ли содействуют тому диалогу, ради которого создавался Совет Европы для решения тех гуманитарных и иных проблем, которые существуют на европейском континенте. Но, опять же, просил бы Вас посмотреть на более профессиональные такие смеси события, комментарии руководителей наших парламентских делегаций. Ну, а что касается поведения украинских парламентариев, наверное, вопрос к ним. Что касается самой Украины и тех событий, которые происходят, мне кажется, здесь недостатка в информации о нашей позиции нет. Это и президент, и премьер, и министр странных дел, целый ряд других наших высокопоставленных чиновников. Поэтому исходите из этого. Так, прошу, там, по-моему, вот Генри за вами. Девушка поднимала руку, нет? Да, у меня, в принципе, уже не так актуален вопрос, но всё равно задам вопрос уточняющим. Пожалуйста, пожалуйста. Александр Казимирович, ну, это касаемо Сочи. Всё-таки сегодня поступила информация, что многие зарубежные журналисты жалуются на хакерские атаки. То есть, вот как Вы думаете, может быть, всё-таки с безопасностью мы перестарались немножко на Олимпийских играх? Вы знаете, я думаю, что с безопасностью вряд ли когда-то можно перестараться. Лучше пусть её будет больше, чем меньше. А что касается вот этих хакерских атак, я, честно говоря, не знаю. Наверное, скорее всего, лучше обращаться к Организационному комитету. И я думаю, что достаточно подробно вообще на темы возможной критики, проблем, связанных с подготовкой Олимпийских игр, говорил Дмитрий Песков во вчерашнем интервью Коммерсанта ФМ. И, кстати, сегодня эту тему серьёзно развивал вице-премьер Адмитрий Галайш Козак. Поэтому думаю, что вот эти опасения, это нагнетание страстей по каждому поводу вряд ли соответствует той атмосфере, которая царит в Сочи. Посмотрите на комментарийную канву тех, кто наслаждается сейчас этой атмосферой. Вы почувствуете, что, конечно, при всём внимании, которое отводится обеспечению безопасности Олимпийских игр, всё-таки главное – это выступление спортсменов, это праздник спорта, это не праздник политики. Поэтому вот наши политики, наоборот, приобщаются к этому Олимпийскому движению и с удовольствием воспринимают этот праздник как часть совершенно нового ощущения, которое после длительного перерыва вернулось в нашу страну. Поэтому… Спасибо. Пожалуйста. Так, прошу, пожалуйста. Информационное агентство «Интерфакс» Сергей Попов. Я хотел спросить, возвращаясь к Женеве, были ли сигналы от сирийских властей по поводу участия во втором раунде переговоров? Может быть, были какие-то контакты, где они говорили о своих ожиданиях, о своих намерениях? Вы знаете, ну, думаю, что вы сами видели и комментарии вице-премьера министра иностранных дел господина Муалема в Женеве по итогам. Поэтому этой же теме были посвящены и переговоры здесь, в Москве. Поэтому мы очень надеемся, что сирийские стороны 10 февраля возьмут новый старт в своем диалоге и будут искать трудные, но компромиссные решения по продвижению межсирийского урегулирования в политико-дипломатическом русле. Скорее, это вопрос к нашим сирийским коллегам в Дамаске, чем здесь. Но вот, как мы ощущаем, настрой есть, хотя сложностей, наверное, гораздо больше, чем возможности выходить на эти компромиссы. Но, тем не менее, это единственный путь, сидя за столом переговоров друг напротив друга, решать эти сложные проблемы. Собственно, в этом заключается логика всего Женевского процесса. И в этом состояла как раз ценность российско-американской инициативы по запуску международной конференции. Я не хочу, чтобы у вас создалось какое-то впечатление бравады, что ли, или завышенных ожиданий от предстоящего раунда. Но мы очень рассчитываем, что сирийские стороны приступят к предметному разговору по тем вопросам, которые зафиксированы в Женевском коммунике от 30 июня 2012 года. Собственно, сам диалог и сама конференция как раз и задумывались для полной реализации этого важного международного документа, который был принят в 2012 году. Спасибо. Так, прошу, пожалуйста. Кукушкин Юрий, мир дипломатии. Александр Казимирович, подскажите, есть ли информация о руководителях дипломатических миссий, которые изъявили желание присутствовать на открытии Олимпийских играх в Сочи? От дипломатических миссий в Москве? Да. Я имею в виду послов. То есть послов каких стран могут быть? У меня нет таких данных. Я просто всех вас призываю по всем этим вопросам обращаться в Организационный комитет. Я думаю, что они помогут вам удовлетворить ваш интерес. Плюс действует подразделение, которое специально работает с журналистским корпусом, который находится в Сочи. Что касается глав государства и так далее, вы можете посмотреть на стенограмму нашего министра. И, в общем, достаточно откровенно он сказал, что нигде, никогда ни на одних Олимпийских играх не было такого колоссального интереса именно к этой части протокольной. Кто приедет, в каком количестве, сколько и так далее. Из этого не следует делать никаких выводов. Самое главное, приехали массово спортсмены, которые будут соревноваться и доставлять нам удовольствие. Но те, кто собирался получить это удовольствие в Сочи, приедут и приезжают. Пожалуйста. Так, прошу. Телекомпания «Мир» Максим Красоткин. У меня по Украине вопрос. Александр Казимирович, сейчас парламент Крыма готовит обращение к Российской Федерации с просьбой выступить в связи с событиями на Майдане гарантом безопасности. Как Россия отреагирует на это заявление или все-таки внутренние дела Украины? Спасибо. Мы уже говорили о нашей позиции, что мы считаем, что украинское руководство вполне дееспособно, чтобы принимать самостоятельные решения по разблокированию этого политического кризиса. Мы в эти процессы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому исходим вот из этой позиции. Спасибо. Ну, естественно, у нас ведется очень интенсивный и многовекторный диалог по всем каналам, в рамках которого мы решаем все наболевшие вопросы и вопросы практической политики и экономического сотрудничества. Так, будут еще вопросы? Тогда, коллеги, спасибо. Всего вам самого доброго. Наслаждайтесь Олимпиадой. Не пропустите это важное событие завтра в 20.14. Я уже становлюсь как диктором телевидения, напоминаю вам об этом важном мероприятии. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.